Добрый вечер! То ли от жаркой погоды, то ли от приближающейся даты выборов, но политические страсти в крае показывают высокий градус накала. Раздаются громкие призывы и громкие обвинения. Уж начались и уличные акции, о некотором из этого поговорим. А начну с краткого обзора того, о чем мы узнали и что произошло до уходящей горячей недели. Все больше о деньгах больших и очень больших. По заявлению вице-губернатора края Якова Ишутина, ущерб от паводка в регионе составил более 5 миллиардов рублей. В краевой бюджет на начало июля поступило 37 миллиардов 441 миллион рублей доходов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы превысили расходы. Профицит краевого бюджета составил 948 миллионов рублей. Стартовал конкурс среди муниципалитетов на лучшую организацию деятельности в сфере культуры и искусства. Победители получат полтора миллиона рублей. Главной теме. Неделю назад я, помнится в реплике, подивился выступлению коммунист Сергея Юрченко в партийной же газете «Голос труда». Юрченко одновременно и жаловался на притеснение коммунистов в части сбора подписей муниципальных депутатов. Но притеснения, по большей части, нереальные, а им предполагаемые. Ну и как-то не слишком определенно, но сурово грозился то акциями протеста, то бойкотом губернаторских выборов. Оказывается, заметил это выступление Юрченко не только я. На неделе депутат Барнаульской гурдумы Единорос Иван Огнев публично высказался по поводу заявлений Сергея Юрченко. По мнению Огнева, коммунисты ни много ни мало пытаются готовить почву для протестных действий и фашистского путча в Алтайском крае. Цитируем. Правильно ли мы понимаем, что Юрченко призывает жителей края голосовать за КПРФ, если они не хотят, чтобы в них бросали коктейли Молотова? Наверное, правильно, потому что ниже изображен его портрет и выдержка из интервью. Если власть не перестанет закручивать гайки, то нас ждет российский Майдан. Конец цитаты. Ну, с Огневым-то, конечно, можно не соглашаться. Я вот думаю, коммунисты просто решили сыграть на горячих темах и, так сказать, около них погреться. Ну, по-простому поспекулировать. И, по-моему, вышло весьма неудачно. Мало того, что аудиторию оставили, мягко говоря, в недоумении, но и подошли вплотную, знаете ли, границы политической порядочности. Причем реакцией на заявление Юрченко, чудесата, стали не только заявление Огнева, но и целая уличная акция. В пятницу у Крайкома КПРФ был выставлен пикет молодых антифашистов, как они себя аттестовали, возмущенных выступлениями Юрченко в голосе труда. Среди их лозунгов «фашизм не пройдет» и «только баран голосует за Майдан». Пришли выразить свое недовольство с ребятами чисто для того, чтобы у нас здесь вот этого не было. Ну, позор таким коммунистам, потому что они должны служить во благо народа, они должны нас защищать, как-то думать о нас. Зачем нам революция здесь? А реплика сегодня звучит так. Вот я бы на месте коммунистов, да и любых политических сил, сегодня избегал бы заигрывать с такими темами, как события на Украине, в частности, пресловутый Майдан. Но ведь эффективность таких ходов в части привлечения электората крайне сомнительна. А вот непорядочность использования подобных аналогий, несомненно, стоит ли оно того? Увидимся в понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok